Всем привет! Сегодня я для вас подготовила новинки Makeup Revolution, но вы знаете, это не просто какие-то новинки. Я в таком предвкушении уже давненько не была по поводу создания видео, потому что это настолько что-то классное, и я вам обязательно это все продемонстрирую в действии. Вообще сегодняшний макияж процентов на 90 как раз таки сделан этими новинками. Все за исключением тона и бровей, это как раз таки Makeup Revolution. И я вас также частенько дразнила разными макияжами с глиттером, и сегодня я вам об этом глиттере тоже расскажу, потому что это что-то абсолютно невероятно потрясающее. А на этом я предлагаю перейти к делу, сейчас я вас подвину слегка поближе, чтобы вы лучше могли рассмотреть, что происходит у меня на лице, и давайте приступать. Я к вам все-таки прислушиваюсь и пододвинула камеру максимально близко, чтобы вы все хорошо смогли рассмотреть. И начнем мы с глаз. Здесь я хочу использовать две новые палетки, которые у меня появились. Первая из которых, по-моему, из лимитной коллекции, поэтому если она вам понравится, то не теряйте времени, заказывайте, потому что Makeup Revolution умеет резко снимать свою продукцию с производства и разбивать сердце таким образом. Мы сейчас не будем вспоминать Renaissance Glow. Эта коллекция называется Jewel Collection, и у меня конкретно эта палетка Gilded. Ну и, естественно, я выбрала себе палетку с теплыми оттенками. Там, кстати, в этой коллекции несколько растяжек. Я точно не помню, какие, но, по-моему, там и холодная есть, поэтому можете посмотреть. Палетка, на мой взгляд, очень удачная. Я сейчас буквально пару слов о ней расскажу, потому что я ее тестировала уже на протяжении где-то нескольких недель, наверное. И что мне в ней нравится, это то, что она достаточно полноценная, и с ней можно сделать как такой более спокойный макияж, так и прям такой хороший праздничный. Нижние два ряда, для вас это верхние два ряда, с более маленькими рефилами, и здесь всего раз, два, три, четыре таких как бы металлических оттенков. Они и так себе по качеству, сразу скажу, то есть они такие слабоватенькие. Но зато матовые, вот мне очень нравятся в Makeup Revolution, потому что, на мой взгляд, они элементарные. То есть с ними очень сложно сделать какую-то грязную тушевку, какие-то пятна. Действительно тени растушевываются очень быстро, практически не осыпаются. Прям супер экстра какого-то затемнения, супер профессиональной тушевки у вас не получится. Но если вам нужна палетка именно для жизни, такая, скажем так, которая без лишней заморочки сделает вам хороший макияж, то вот Makeup Revolution в этом плане формулу теней делает очень хорошую. Но однозначно звездой этой палетки является вот этот верхний ряд, потому что это просто какая-то масляно-сливочная мечта. Это ряд металликов, здесь шесть оттенков, причем все шесть очень удачные. Здесь нет ни одного оттенка, на который бы я посмотрела и подумала, фу, вообще, куда это, зачем это. Я нанесла консилер в качестве базы, и теперь мы можем приступать. Первый оттенок, с которого я начну, называется Favorite. И это, наверное, лучший оттенок в палетке для того, чтобы начинать тушевку. Он именно такой транзитный. Следующим я возьму оттенок Marocco. Я буду использовать абсолютно ту же кисть, и вообще, в принципе, такие макияжи очень просто делаются одной-единственной кистью. Ну ладно, двумя кистями можно сделать такого рода макияж. Этот оттенок очень симпатичный, он макияж делает сразу гораздо более теплым, и таким немного терракотовым. Ну, наверное, поэтому он и называется Marocco. Но очень красиво это выглядит. И знаете, что мне еще в этой палетке очень нравятся вот эти вот два таких, как кораллово-персиковых оттенка. Они между собой чем-то похожи. То есть, в принципе, если вы возьмете один или другой, вы получите приблизительно один и тот же результат. Но они как-то очень красиво и по-весеннему смотрятся. Вот особенно сейчас это актуально. Теперь снова на ту же кисть я беру оттенок Irreplaceable. Он, кстати, не такой прям уж и сильно теплый. Он скорее такой нейтральный. И мне это очень нравится, потому что это немного приглушает общий макияж. И он перестает выглядеть уже прям таким совсем рыжим или терракотовым. Конечно, он все равно остается теплым, но при этом не таким вот нагло теплым. И этот оттенок я больше оставляю у внешнего уголка. И даже растушевываю скорее по подвижному веку. И совсем-совсем слегка я буду заходить уже на неподвижное. Но я хочу, чтобы все-таки у меня осталась вот эта красивая тушевка, которую мы сделали ранее. И, кстати говоря, этот оттенок, это, наверное, самый темный коричневый, который есть в палетке. То есть будьте готовы к тому, что, как я и сказала, большого затемнения не получится. Здесь, конечно, есть черный оттенок, но черный оттенок обычно в палетках Makeup Revolution, и вот это не является исключением, он немного сложный. Потому что он достаточно черный, но как только вы начинаете его тушевать, он сразу превращается в какой-то серый, и потом начинают в нем появляться какие-то проплешины. Теперь я взяла другую растушевочную кисть, это более плоская, немного более заостренная. Я нанесла этот черный оттенок, и сейчас я слегка просто хочу создать дымку. Вот вы сейчас увидите то, о чем я говорю. То есть если этот оттенок вот так вот совсем слегка наносить, он, конечно, затемняет. Но все равно это затемнение такое, знаете, немножко некачественное, если можно так выразиться. То есть оно какое-то слегка полупрозрачное, немножко плешивенькое. Поэтому я, наверное, опять возьму оттенок Marocco и пройдусь поверх этой тушевки для того, чтобы загладить все углы. Пока на этом давайте оставим нашу тушевку, мы к ней еще вернемся чуть попозже. Но сейчас я хочу на подвижное веко нанести один из вот этих вот металликов, чтобы показать, как они наносятся, как они выглядят. И я сейчас хочу взять оттенок, который называется Messmeric. Наносить я буду на вот такую вот плоскую кисть. И для того, чтобы все хорошо нанеслось, нужно кистью немножко как будто не поглаживать оттенок, а вот так вот чуть-чуть, как будто вы хотите разрыхлить слегка эти тени. Тогда они наносятся лучше на кисть. Это, в принципе, касается абсолютно всех металликов вот таких вот кремовых. И когда вы слегка набрали этот оттенок на кисть, берете фиксирующий спрей. Только, пожалуйста, убедитесь, чтобы в этом спрее не было спирта, потому что, не повторяйте мои ошибки, это ужасно, когда используешь фиксирующий спрей с содержанием спирта в зоне глаз. В общем-то, я сбрызнула пару раз кисть и начинаю наносить. И у меня такое впечатление, что это все превращается просто в какую-то кремовую текстуру. И настолько насыщенную, это действительно невероятно, как будто расплавленный какой-то металл вы наносите себе на веко. И наносить этот оттенок я буду достаточно высоко, даже на неподвижное веко частично, видите, я захожу. Потому что потом с глиттером мне это тоже будет помощником своего рода, потому что глиттер тоже нужно, чтобы во что-то уходило. То есть градиент глиттером сделать у вас не получится. Нужно подготовить базу, на которой этот глиттер вот во что-то будет уходить. А теперь я хочу воспользоваться палеткой глиттеров. И приготовьтесь, у вас 100% отвалится сейчас челюсть, потому что это невероятно красиво. Так вот, раскрываю все карты. Это вот эта палетка, это новинка тоже от Revolution. Называется эта палетка Pressed Glitter Palette. И конкретно у меня растяжка оттенков Milis Touch. Там в этой линейке тоже много разных вариаций. По-моему, три тоже палетки, три или четыре вариации этих палеток вообще вышло. Мне больше всего понравилось вот это. И она просто нереально красивая. Это настолько красивые оттенки. И особенно вот этот, я просто как загибнотизированная на него смотрела. Потому что посмотрите, как он дуохромит. Я сейчас постараюсь вам показать. То есть он меняет цвет с вот такого вот зеленого до насыщенно-медного. И на глазах он абсолютно точно так же работает, так же дуохромит. И вообще я вам сейчас вот повставляю вырезки из других моих видео, где я использовала эту палетку с глиттерами. Я вам покажу, какие оттенки использовала, что получалось, чтобы вы посмотрели на другие варианты макияжа. А те, кому нужен такой макияж, потому что я знаю, что среди моих подписчиков есть и танцоры, и те, кто выступает на сцене, те, кому нужен вот такой вот броский макияж, то вот... вот. Текстура здесь не сухая. То есть это скорее кремовая текстура. Вы когда начинаете пальцем вот так вот пробовать делать сводч, то сначала кажется, что что-то такое шершавое у вас под пальцами, а потом прям целый такой комок снимается. Текстура сложноватая. Я вам сейчас покажу, как я с ней работаю. И самое главное, с ней нужно очень аккуратно вот тоненькими слоями. Первым делом я нанесу базу под глиттер. У меня это база под глиттер от NYX. Это, кстати, далеко не обязательный шаг, но в то же время он совершенно вам не повредит. Особенно если вы этот глиттер собираетесь на достаточно большую площадь наносить. Сначала, наверное, лучше пальцем. Я немного нанесла на палец. И вот сейчас буду наслаивать это все дело. Не спешите здесь, потому что самое главное, пускай лучше у вас сначала немного будет проплешен, но зато потом все будет выглядеть гораздо лучше, чем если вы сразу наслоите очень много. Ну вот, в принципе, я уже практически добилась того эффекта, который я задумывала. И вот этот металлик, кстати, как база, выглядит очень даже хорошо. И сейчас я возьму кисть. И там, где я хочу наслоить, я еще это сделаю. Сейчас, опять-таки, я вернулась к этой кисти, которая более жесткая. И чуть-чуть пытаюсь растушевать. Сейчас глиттер, конечно, растушевать очень сложно. Это практически невозможно сделать. Ну, хотя бы чуть-чуть, знаете, я их потрогаю для того, чтобы они не прям под линеечку у меня все были, а хотя бы чуть-чуть этот глиттер разбросаю. И если вы понимаете, что вы где-то глиттером зашли не туда, куда нужно, то вот эта штука лучше всего его оттуда убирает. Ну и теперь же мне нужно вернуться к внешнему уголку, потому что сейчас он выглядит как-то блекло. Вот согласитесь, если бы я вот так вот просто оставила этот макияж, у меня был бы супер выразительный глиттер, но в то же время внешние уголки какие-то, ну, незаконченные, как минимум. Поэтому я беру гелевый карандаш. У меня это карандаш от Maybelline. Это, кстати, новинка, Tattoo Liner. Оттенок это 910 Bold Brown. Это очень хороший карандаш по своему качеству. И с помощью этого карандаша я сначала прохожусь вот так вот вдоль ресничного края и даже в ресницах вот здесь вот. И со стороны внешнего уголка буду немножко поднимать этот оттенок, как бы делая тупую стрелку. А потом с помощью маленькой кисточки я буду все это растушевывать в такую легкую дымку. И теперь на вот этой маленькой кисти я буду смешивать оттенки Irreplaceable и Blackout и буду проходиться по этой стрелке, которую мы нарисовали, и пытаться делать из нее дымку во внешнем уголке. Время нанести консилер на нижнее веко. Я сегодня буду использовать консилер от NYX. Если вы еще не смотрели обзор на эту линейку, обязательно посмотрите. Этот консилер реально не нужно закреплять пудрой, поэтому я сразу перехожу к теням. И здесь я хочу сделать абсолютно стандартную растушевку матовыми оттенками, абсолютно теми же, которые я использовала на верхнем веке, то есть вот этот раз, два, три и немножко вот этого четыре. Единственное, что я хочу сказать сейчас сразу, это то, что не бойтесь тушевку немножко опустить пониже, потому что, ну, естественно, не до середины носа, но вот видите, вот как вот эти формируются складочки наши естественные, вот как минимум до конца вот этой вот складочки сто процентов нужно эту тушевку довести, иначе у вас будет очень тяжелое верхнее веко и такое еле-еле подведенное, еще и если темным оттенком, нижнее веко, и не будет баланса. С глазами я закончила, и у меня вопрос. Разве это не самое что-то абсолютно потрясающее, невероятно божественно, невозможно красивое, что можно себе только представить? Вопрос на самом деле риторический, не пытайтесь на него ответить, потому что если вы не согласны с моим мнением, то я его просто не признаю. Никакой демократии тут не будет. Ну, я, конечно, шучу. Поэтому, естественно, это только для какого-то особого случая вариант. Но для бьюти-блогера это обычная среда. Ладно, шутки шутками, но это еще, кстати, не все новинки Makeup Revolution. Я сейчас быстро затонирую лицо и вернусь к вам, чтобы мы попробовали также на лице и все остальные новинки. Последующую часть видео я слегка не продумала, потому что те новинки, которые у меня сейчас есть, возможно, не совсем подходят под мой текущий макияж. Но я надеюсь, что это не настолько важно. Я вам в первую очередь хочу продемонстрировать, как это все выглядит. У меня здесь есть две новые помады. Вернее, это помада и блеск. Вот эта помада из линейки Revolution Pro. Называется она Supreme Gloss Lip Pigment. И оттенок у меня Poser. Вот это идеальный оттенок, если вы делаете макияж в стиле пыльная роза, вот что-то такое. Вообще, ее с натяжкой можно назвать аналогом вот этой вот помады от NYX, которая называется Sleep Tease Lip Lacquer. Они очень... Давайте я, наверное, накрашу, а тогда уже расскажу. Обе эти помады имеют абсолютно идентичный финиш, то есть это такой вот глянцевый, насыщенный финиш. Покрытие у них тоже очень похоже, то есть вот так вот с первого раза уже полностью перекрывается пигментом ваши губы. Но единственное, у Makeup Revolution немного такое более противное ощущение на губах, немножко более липкое. Вот когда я разговариваю, особенно уголки моих губ прям вот так вот немножко слепаются. Некоторых, я знаю, это очень сильно напрягает. Для меня это не настолько большой дискомфорт, чтобы прям забросить эту помаду и вообще ни разу ей после этого не пользоваться. Вот это же скорее блеск для губ. И я в конце видео его нанесу, сниму эту помаду и нанесу этот блеск, потому что он гораздо лучше подходит под этот макияж. Но сейчас я хочу перейти к хайлайтеру, потому что, если вы не заметили, у меня еще пока хайлайтер не нанесен. И у меня есть вот этот новый хайлайтер. Он называется Triple Baked Highlighter. Как бы хайлайтер тройного запекания. И я теперь поняла, наверное, почему он мне не очень нравится. Этот хайлайтер вообще безумно мило выглядит и очень красиво он выглядит в упаковке. Я уже пользовалась этим хайлайтером, и вы знаете, я от него не в восторге, потому что, на мой взгляд, он суховат. Вот я его сейчас наношу, и практически как бы ничего не происходит. Мне кажется, зря они его три раза запекали. Вы знаете, это как с курочкой. Вот можно ее подшкварить, конечно, на 250 и получить сухарь. А можно поставить на 180. Да, будет немножко дольше, но зато мясо будет сочнее. Вот здесь вот абсолютно аналогичная ситуация. Хайлайтер суховат, на мой взгляд. Ну, ничего так симпатично, но однозначно этот хайлайтер не станет моим фаворитом, и он просто категорически не подходит к этому макияжу. У меня сейчас скула настолько сильно дерется с глазом. Если вам нравятся такие нетипичные хайлайтеры, которые дуахромят нестандартными оттенками, вот этот конкретно очень красиво дуахромит вот этим лиловым подтоном. Если вам это нравится, то, ну, можете попробовать. При создании этого блеска мы Капроболюшн, видимо, вдохновляли с шоколадными помадами L'Oréal, потому что здесь фишка та же. То есть вот эти вот все блески, они пахнут шоколадом, но в зависимости от того, какой оттенок, у них разный запах. У меня это Chocolate Orange, и вообще я не признаю все эти извращенские вариации шоколада, типа там апельсиновый шоколад, шоколад с перцем, йогуртовая манго и прочую вот эту вот лабуду. Я в этом деле абсолютный классик, мне подавайте либо черный, либо молочный, а все остальное мимо меня. Так вот, у этого блеска аромат действительно такой насыщенный, цитрусовый, и вот как раз вот таким вот ароматом и пахнут вот эти вот шоколадки, которые как бы цитрусовые. Но сам по себе блеск очень классный. Единственная проблема, у него здесь с ограничителем, видимо, какая-то беда, и видите, он даже полностью не входит. Он сам так выталкивается даже из упаковки, и из-за этого на аппликатор набирается очень мало этого блеска. То есть для того, чтобы накрасить губы, нужно раз пять вот так вот сделать. Но если забыть про его аромат, вот именно качество этого блеска просто безумно потрясающе хорошее, по крайней мере, это именно те блески, которые нравятся мне. У него очень тонкая текстура, на губах он ощущается таким тоненьким гелем. В общем-то, блеску однозначно я могу поставить пятерку, и если вы что-то такое ищете, и вас не будет напрягать этот запах, то можете вполне попробовать. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Можете этим видео поделиться со своими друзьями и подругами. Возможно, кто-то что-то ищет похожее для своей коллекции косметики. Если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube вам сейчас предлагает другие мои видео. Если вы их не смотрели, обязательно посмотрите. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом выпуске через несколько дней.